Как вас величать-то? Вам что нужно, скажите? Дело в том, что ко мне отец Сергий приехал кое с вами пообщаться. А какой отец Сергий? Кто он такой? Пестов, помните такого? О, а чего не видно-то тут? Не видно, а вот что-то у него... Совершенно ничего не видно. Ну, хорошо, хоть так поговорим. Ладно, рассказывай давай. Да, вот я-то... Тут к Володе приехал, а он как раз здесь, это, говорит, общался с вами. Ну. Володя вот Стобольска, он когда-то по намарем был в храме. Да. И вот я решил поговорить, но раз камера плохо, то ладно уж так. Вам меня видно? Нет, не видно. Ладно, главное... А вас видит? Нет. Все в тумане. Не разберешь, где глаза, где нос. Все в тумане. Ладно, хорошо. Игнатий Тихонович, я что, маленько хоть пообщаться. Ну. Значит, у вас там перемены прошли. Епископа Максима нет теперь. Вот новый епископ Сергий этот прибыл. Вы имели общение с ним, да? Я не имел, я был в это время в отъезде. Он приезжал в деревню, но сохранился ролик записанный. Мы его выставили в интернете, вы можете посмотреть. Зарядите Потеряевка, Владыка Сергий, Иванников и сразу найдете. Хорошо, хорошо. Он там служил, молился сказать. Он приехал там где-то среди недели. А потом отдельно еще приезжал, с батюшкой там он был. Но я не видел. Ну, я кратенько хотел вот что сказать. Значит, последняя моя служба была в Свердловской парке. Верхняя тогда такой город есть. Меня туда пригласил благочинный. Когда-то он учился в Тобольской семинарии. Да. Значит, я решил уйти от Дмитрия, поскольку он мне не давал нигде в пути, ничего. Бабкицы в счет их, так он меня, как говорится, не давал. И как на партиальном собрании сказал, что ему я не дам ни одного прихода. Так мне передали. Ну, и так меня то туда пошлет, то туда. Не давал конкретно служить, ничего. Я тогда решил уйти. И вот когда с благочинным встретился, он говорит, есть вот приход, значит, Верхняя Тавда. Я съездил, посмотрел его. Там еще один храм. Как бы детский садик бывший. А там старинный деревянный другой храм. Вот он туда меня послал, ну, я задал вопросы, там, говорю, как жилье туда ездить, жилье все будет, давай. Посмотрел. Пока ждал указа, значит, приезжаю. А, нет, указ еще не пришел. А мне этот звонит священник второй из другого храма там. Приезжай, будем служить Пасху. Я говорю, так указа-то нет, как я буду? А что нам указ? Что скажем, владыки, то и будет. Это он так. Я так думал, ну, такого я еще не встречал. Наоборот, о речи-то, что скажем, то и будет. Ну, ладно, я поехал на Пасху, прослужили мы с ним. Ну, маленько обменились, как, что он служит, крещение, там, все эти вопросы. Он мою, как бы, ну, позицию вышел. Он говорит, я очень согласен с тобой. Будем здесь правильно теперь крестить, стараться. Давай, приезжай скорее, будем вместе сотрудничать. Ну, и я уехал. Жду указа. Пришел указ через две недели, я поехал служить. Пока я ехал, они там все переначали. Видно, мои документы пришли туда, как я понял. Вы меня слышите? Очень хорошо. Хорошо. Вот-вот. И когда я приехал туда служить, они там уже решили, по документам узнали. А я узнал, что Дмитрий постарался в документах отобразить. Сектант, баптист. Ну, то есть в документах это уже все есть. Когда приехал Владыкин секретарь, зязев такой Владимир, я его прекрасно знал. Приезжал он с тобой с припивоварами еще отец Александры. И меня, ну, так мы с ним хорошие отношения. А тут приехал, он так проверка ездил по этим приходам. Вышел и не здоровается. Вот вернулся с такой, вот вижу в лице, ну, злость какая-то, понимаете, неприветливая. Ты про кого говоришь? Это я приехал с проверкой туда, зязев такой, помощник Владыки, секретарь. А то секретарь на вас так смотрит? Когда я на прип... Ну, вот он на меня взглянул и не поздоровался. Вот этот секретарь-то, я думаю, в чем дело-то? И он в туалет сразу пошел. Ни руки, ничего. Вышел из туалета, идет, и вы так, я... Как не знает меня, вот не хочет признавать. Ну, и тут терапезу предложили. Мы сели за стол. И потом покушали, когда выходим из-за стола-то. Помолились все вон. Моча, батюшка, служить приехал сюда. Служи, служи. Так это он мне... Я думаю, что такое, что... А потом-то, когда он пошел, уже провел там... Собрание на приходе... Ну, собрались тут, перед службой, собрались прикажане. И он стихи рассказал свои. Но, говорит, теперь я уезжаю. И вы, наверное, рады, как Гоголь сказал. Как приятно, пышка тоже летит из-под колес, уезжая из-за начальства. Ну, так это вот такой человек с юмором. А потом, говорит, у нас епархия лучше твой, сказать. У нас все лучше. Вот и нам бы сейчас побольше, чем священникам, мы бы этим баптистам показали. Но я так сижу, думаю, и понял. Это он под меня. Прибыл баптист. Видите, так вот он с таким... С недовольством. Ну, и уехал. И я понял, документы пришли, узнали. И священник вот этот второй, он начал спрашивать там у прихожан, не дает ли отец Сергий вам в какую литературу? Не распространяет ли тайна? И вот мне начали передавать, вот это, говорит, постоянно спрашивают, не дает ли отец Сергий какую литературу? Ну, я понял, что пошла слежка за мной там, за каждым шагом слежка. Далее начал служить этот священник, как узнал, что я баптист. Все, отвернулся от меня, никаких контактов со мной. А нас в одном храме заставили служить. Я как бы вторым, а он первым. Ну, и, короче говоря, про крещение никакого сдвига. Начал оглашать беседы. И Людмила, моя матушка, тоже в беседу там с женщиной беседовала, он говорит, вам запрещаю, чтоб больше не слышал, что вы беседуете. Ну, в общем, я понял, что здесь ничего не получится. Теперь дальше прихожане склонились на мою сторону и говорят мне, батюшка, а как бы его убрать? Вот мы хочем, чтоб вы у нас был священник. Я говорю, знаете, я же приехал сюда не для этого, чтоб что-то кого-то снимать или как-то. Они, ну, как это сделать? Я говорю, знаете, есть у вас владыка, вот он у нас этот священник три раза деньги собрал на храм, а храм не строит, обманул нас. Последний Катич. Владыку как звать был? Нет. И Викентий был еще, который сейчас в Средней Азии служит. И оказывается, что потом? Я говорю, знаете что, вы заберите человек 30, 20, съездите к Владыке с этим вопросом и скажите, Владыке, если не будете принимать меры, поедем патриарху дальше. Вот это я сказал. Но он-то не знал, что это я ему советовал, я так надежным людям сказал, только так можно. Сами вы здесь ничего не делайте. А вот будьте у нас священником. Я говорю, это невозможно. Невозможно. А потом далее служа я узнаю, что они друзья с Владыкой, вот этот цимир, отец Сергий, священник. Он каждый год ездит на Пасху в Иерусалим, в Чечню ездил, рассказывал, как он крестил там по 50 человек офицеров, этих солдат. Говорит, накатим на рюмочки по-хорошей, на вертушку и дальше. Я не успевал их там перекрещивать. Это он мне рассказывает. То есть он доверенное лицо. Владыки был друг его, платил ему Владыки. Владыка его даже вот на службе не звал, отец Сергий, а Сережа, так вот все заметили. Ну то есть потом мне сказали, это друг Владыки. Ну все понятно. Друг Владыки. И когда народ склонился на мою сторону, и он это увидел, и отношения еще хуже стали. И я поехал домой, как у меня было время там по графику съездить домой. И он мне звонит. Поспил с дому, а я ему звоню. Ну что, тет Сергий, я завтра выезжаю. Все. Он, а нафиг, говорит, ты тут нужен мне. Я говорю, ну не нужен, да ладно, не надо. И так это бровит языком, но я вижу, что он вроде как выпивший. Людмила моя рядом. Я говорю, на-ка тебе трубочку. Может быть ты как-то, я... Она, отец Сергий, благословите он. Чего вас благословлять? Нафиг вы здесь не нужны. Она, что такое? Я сказал, нафиг вы здесь не нужны. И передает мне трубку, говорит, точно выпивший, видно пьяный. Я взял трубочку эту. Говорю, ну хорошо вообще. Раз не нужны, то... Так и будет, говорю. Он говорит, вот что. А, положил он трубку, бросил. Проходит минута, он опять трубку берет. Вот что, приезжай, поедем к ладыке, будем там разбираться. Я говорю, в чем разбираться? Там узнаешь в чем. Ну ладно. Я говорю, хорошо. Трубку опять он брал. Ничего не слышно, остановилось все. Ничего не слышно и не видно. Подожди маленько. Я не слышно. Верни маленько, а когда поехали к ладыке, еще было, ничего не слышно было. Что у вас такая работа? А я чего? Я смотрю. Не слышно ни одного слова. Так вот такой вот, зависает, видно, скорость тут у него. Планцет. Не слышно было ни одного слова. Вернись назад. Совершенно безобразно. Видение здесь и не слышат. Скайп на другой. Мы с Америкой беседуем, вот по скайпу, как будто рядом сидит. Вы меня хорошо видите? Мы сейчас тебя не видим. Что-то техника у вас слабенькая какая-то. Размытые просто пятна какие-то. Не поймешь, где глаза, где нос. Вот тебя кажется, это очень лично. Начни снова рассказывать с того момента, когда поехали к Владыке. Так он еще не начинал. Он только сказал, что поедут. Говори, мальчик. А вы меня слышите сейчас? Вот сейчас слышно. Алло? Вот в данный момент сейчас стало слышно. А, Игнатий Тихонович? Да. Алло? Ну говорите. Раз он так сказал, ну зачем? Сломаешь мне надо. Я тогда что, взял, отправил туда письмо Владыке. Не поехал я туда, потому что там, я знаю, не дадут рта разинуть, ничего сказать. Собрались там, вот этот священник, Владыка, его вот этот, приезжал Зязев, вот они все четверо, еще друг Володя там есть, протеорист, как бы меня на ковер хотели вызвать там. А я понял, ну что я там, раздавят меня, как таракана там, никуда я не поехал. Написал письмо, прошение. Прошу, говорю, меня отправить за штат. И все, и ушел я. Алло? Да, говори. Далее, они, видя такое дело, что я не приехал, запрет меня послал, Владыка. Я Владыке писал, когда его там вскоре перевели, с ним разговаривал, говорю, вот такое дело, почему вы меня запрет послали? Я не смог тогда приехать, по сложившимся обстоятельствам. Он говорит, а я и не помню, ты там у Сережи спроси, у этого священника. Чего, почему вот я тебе поставил запрет? Я позвонил этому Сергею, сынеру, но он мне ничего не ответил толком. Говорит, я не помню. И вот я недавно был мимо, ехал и заехал к нему. Но поговорили так дружелюбно с ним, говорю, а чего запрет-то вы мне? А за то, что ты зашел протестанту Лаграды, там миссионер один был в Германии. Ему передали, что я заходил к этому миссионеру, а я там минут на 20 заходил, он как бы занимается, как фермер, и он хотел нам дать земли, чтобы посадить картофель, говорит, я вам спашу, все, как это? Я говорю, просто по хозяйственному вопросу зашел. Он говорит, ну вот раз ты зашел, вот за это мы тебе и поставили запрещение. Ну вот я говорю, ну это, вообще, говорю, какой-то абсурд, но неправильно это. даже по Писанию себе взять, или тика после первого-второго образования, прощайся, я имею право зайти, даже для беседы. Ну, поговорили с ним, посетили, он говорит, ладно, давай, я говорю, ты уж чем, я тебя обидел, ты меня прости, или оскорбил, он, да и ладно, давай, я позвоню владыке, чтобы он с тебя снял это запрещение. И вот месяц уже проходит, и никакого слуху, ни духу, как говорится. Я ему телефон свой оставил, он пообещал позвонить мне, позвонить владыке туда, значит, в Узбекистан, ничего пока. Тут недавно я его поздравил с Рождеством, говорит, пока не звонил, не было время, и вот так вот, вот до сего дня вот такое. Здесь меня звали, вроде служить, Зосима приходил, но я не иду, у меня нет, вот настроя того, внутреннего убеждения, вот вообще нет, идти в московскую патриархиву, что-то вот, можно там что-то сделать, бесполезно уже. Документы изморал он постарался, ну вот такое. С вас там я разговаривал недавно, но видел там, у сына был там, у него интернет есть, как вы приезжали там, книги давали в Абакан, но потом поговорил с ним, он говорит, я, у меня свое понятие, я, говорит, с Игнатием Тихоничем, конечно, не хочу ссориться, ну, у него такие понятия, у меня свое, взгляд со всем другой, так это он мне ответил, чтобы не было ссор, я не навязываю их, стараюсь, у меня свое понятие, я в церкви, все, я служу, как могу, тружусь, вот такое, сейчас что, вот вы не все, епископа-то нет у вас, да? Какого епископа? Ну, епископ Ивтихий был, он же ушел, я же с ним встречался, нет, я-то встречался с Ивтихием, ездил к нему в Ишим, и говорю, что у меня вот взгляды, как вот согласен я с Игнатием Тихоновичем, это ему говорю, а он говорит, нет, 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 ни в коем случае, туда ездить нельзя, это он мне, я говорю, почему нельзя, так я говорю, вообще хотел поехать, может быть, и в конечном, как говорится, итоге уехать, он, нет, нет, туда нет, я только не туда, я говорю, вы же там епископом были, я читаю книги, и вас вижу, все вроде бы вместе, прекрасно, он говорит, нет, нет, это только в книге, там все, говорит, трещит по швам, люди бегут, люди, все разваливается, это он меня, то я так послушал, что я ему могу возразить, ну, послушал, вот его, как говорится, а ты когда это у него был? а я был у него, сейчас скажу, весной, а, перед, вашим, наверное, приездом, да, да, как-то я объяснил, но вы же летом и были там, или когда вы были там? в 12-м году были мы, в 12-м вы были, я, так-так, а я в 13-м тогда был, летом, не летом, весной, где-то я был у него, но, и еще он, где он может видеть, что трещит, там и проще, когда он тут не был, они знают, так он же у вас постоянно был, так, уже когда его нету, то его нету уже, да, нету, он вот, ну, в общем, он отрицательно отозвался, я так еще удивился, когда-то же, вот, мы с ним беседовали, он говорил, надо правильно понять, правильный путь, вот я его нашел, когда он ушел в зарубежную, вот у нас беседа с ним была, вот надо правильно, я нашел этот путь, все, ушел, потом говорю ему, Владыка, вот вы вернулись, я вот тут, что вас заставило вернуться, вот, он говорит, знаешь, не рассказать этого, все, что пережито, постоянно эти трения, разговоры, вот эти, споры эти, там, в синоде, там, все это, нет, и я просто устал от этого, и все, я ушел от этого, и они, говорит, продолжаются эти разделения, сейчас на 8 частей разделились, недоверие друг к другу, и вот такое, а у кого недоверие, это друг к другу, ну, у епископата, даже, вот, разделились, с кем, у него недоверие, это, нет, там, внутри, епископата, и, вот, недоверие друг к другу, какое-то, непонимание друг друга, говорит, и вот это, постоянно, вот это, а, а куда пришел, а в московской патриархии, тут доверие, понимание друг друга, да, я не стал его, это уже, как говорится, судят, потому что, раз ушел оттуда, там, недоверие, непонимание, то пошел куда, в другое место, ты же не мог пойти, к недоверию, непониманию, значит, пришел там, где доверие и понимание, да, вот он так, пришел, его тут, Дмитрий, встретил, поселил его в такой комнате, что, все возмущались, в общем, встретили его очень уважительно, и так он, на покое, говорит, я, это понятно, а при чем тут я, а вы-то ни при чем, он просто говорил, про епископа, ответил, вот, наболело, это все, мы можем только сказать, что мы Богу благодарны, что у нас был епископ Ивтихий, нам было хорошо, тепло и уютно, мы никогда бы ничего не сделали, то, что у нас есть, если бы не русская, православная, зарубежная церковь, московская патриархия, основанная на одной лжи, сталинско-бериевской закваске, 43-го года, сентября, они бы нас перемололи в муку, батюшку убрали, деревню разрушили, лагеря бы не было, у нас все состоялось, мы вот только за два года, за последнее, проехали 360 городов и сел, в прошлом году мы прошли 15 государств, 6 исламских республик, и 130 городов и сел, и везде оставляем в национальных библиотеках книги, везде встречи с людьми, и я в храмах проповедую, и все это в роликах выставлено, у нас радость, если у них нет радости в духе святом, я им дать ничего не могу, разваливаются, если бы ты посмотрел, и сказал бы, что-то есть подобное в патриархии, они во сне этого не видали, и вот он приезжает к нам, епископ был Максим Дмитриев, и только ходит, да, многому можно здесь поучиться, многому можно поучиться, в епархии собираемся, там священники, алтайской, московской патриархии епархии, я говорю слово, а не час, 10 минут, встает секретарь епархиальный, Беляев, отец Сергий, и говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича могу подписаться, это все в интернете стоит, и его слова, в ютубе, только зайдите, и вы найдете там, плейлин, папка называется, служба вместе, он не один был, наш архиерей был этот, патриархийный, мы в храме находимся, там в московском храме, там причащаются ребятишки, но мы к ним не относятся, но евхаристическое общение вы имели хоть раз с ними, нет? Ну как же они имели, когда они к нам приезжают, служат? Это что тут началось тут? Он же приезжал, так мы с ними, вместе. Ну как вот они вот, если они отступники, да как с ними можно приобщаться? Вот я здесь маленький, Вы меня спросили на один вопрос, я вам ответил, служили мы вместе, они у нас были, из одной чаши причащались, владыка был, Максим, со своими священниками, с двумя секретарями, бывшим и настоящим, что нам нужно сказать? Благочинные там приехали, нам тут не надо выявлять ничего, идет богослужение, мы были вместе, благословлялись, за одним столом сидели, улыбались друг другу, и мы молимся за них, а что они там где-то говорят, что-то у них трещит, нас это не касает, у них слишком громко трещит сейчас. Игнатий, тихо, принимающий, говорит его, приветствующий, участвует в его злых делах. Не участвуем в злых делах, не участвуем. Ну как, ну вы приобщились вчера, в евхаристические общения. Ну хорошо, мы вместе были, причащались, я не причащался. Как я причащился его делам? Как, каким образом? Ну вы же, мы больше не встречаемся, как я приобщился? Значит, не о том священное писание говорит. Приветствующий его, участвует... Кого? Кого его? Так вы же приветствовали, приняли их, участвовали с ними, евхаристическом общении. Ну Максима хотя. Ну почему я его под этот стих должен подводить? А он меня под этот стих. Ему тоже упрек, что он меня приветствовал. Еще сашист вместе? Да ни один мусульманин так не спорит с мусульманином. Ни один еврей с евреем. Это русских? Сатана разводит по разным углам. Сейчас на Украине это делается. Они же явно, нарушают эти правила все. Топчутся по ним. Он нарушает, за это ответит. А я оказал ему честь, как епископу. Так епископ он, он может не достойно этого епископства. Не мне решить. По делам. Я, я поняла. Порвал на священнике облачение. Вот за это его не надо было пускать. Близко, как бандита какого-то. Понимаете? Понятно. Порвал на нем. Что это такое? Не правильно. Пострадал священник. Что он такой? Плохо сделал. Надо зашить обратно. Взять иголку, нитку и зашить. Ну он же не сделал этого. Ну я сделаю. Я все, я люблю на люди зашивать. У меня просьба не была. Еще я не согласен. С чем? Что зашить надо? Нет. Почему зашить? Зачем шить? Просто не надо иметь руку общения давать. А какое общение? Это с... Мы никаких дел не делаем. Пироги не пищем. Мы совершенно разных местах. Мы накормили как раз пирогами их. Я оказал ему счастье. Его саму. Я оказал ему счастье. Нет. Что-то... У вас опять начало эхо какое-то идти сюда. Нет. Подождите. Если Сталинская Берия сфабрикована, тем более подождите. Если этот митрополит Сергий, он кто? Мы же знаем. Ему не было разрешения. Он вероломно пришел. Все это сделал. Рукоположение. Вот это епископат весь. И как можно общаться вот с этим? Если же мы стоим такой, держимся точкой зрения. Так. Ну какое общение мы можем с ними? Вы меня сейчас куда толкаете-то? Чтобы я их не привез... Я никуда не толкаю. Я просто... В книгах одно, на практике другое. Игнатий Тихонович. Ну, вы так поняли. Я вам сейчас... Нет. Ну как в книгах? На каждом леске в книге Никакого там не может у нас быть общения с ними. Причащаться не нужно там, вы пишете. Пойдете, если туда, обличаете, но в их делах не участвуйте. Мы в них делаем. На службе можно побыть. Но вы спорите. Побыть. Не, ну тут уже я вас недопонимаю. Понимаете? Вы меня понимаете. А вы вопрос задали, я ответил. Вам нужно, чтобы я с вами спорить? Я с вами спорить не буду. Я уже один раз ответил. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он истину возвещает. Так в книгах-то у вас другое все, понимаете? Что там другое-то? Практика расходится у вас. Вы поймите меня. Вы сегодня-то... Чего так на меня обиделись-то? За что? А я вижу, расходится слово с делом просто. Даже если ты видишь, и тогда обними и поцелуй. Что тебе? Тебе вообще не надо эти слова говорить-то. Тебе надо искать друзей, а не тех, которые к тебе дружественны, которые тебя каждый день здесь на молитве поминают, и ты начинаешь на меня смотреть, как на врага, как будто я что-то с вас сапоги снял. Нехорошо это, отец Сергий? Да подожди ты, не обижайся. Я всю жизнь о вас говорю хорошо, и заступаю. Я просто недопонимаю, говорю о этом. Понимаешь? Вам не надо понимать. Если понимаешь, значит, недорос до этого уровня. Я вас ни в чем не осуждаю, жалею. С вами поступили несправедливо. Чего ты на меня-то решил нападать-то? Ты нападал бы на... А я не нападаю просто. Ты нападаешь на меня, ты меня судишь. Нельзя судить. Я не сужу, я просто удивляюсь. Не надо обманывать. Ты говоришь, в книгах одно, а тут другое. Мне это не один... Ну да, в книге другое. Чего ты знаешь про другое-то? Когда люди, которые исследуют... Не обижайся. Ты не перебивай, когда я говорю-то. Тебе сколько лет? Мне... Младше я тебе. Ну я вижу расхождение полчища. Когда я не перебиваю. Слушай старых людей-то. С чего ты заносишься на меня? Я не заношусь. Я просто говорю правильно. Слушай, как маленький мальчишка. Учись. Я тебя люблю. Я молюсь о тебе, дорогой, каждый день. У меня дня не было, как я с тобой познакомился, чтобы твое святое имя среди священников я не произносил. Священников я не произносил. Вот и у меня так же. Молюсь. Ну вот и все. На этом... Вот и так же. Если бы приехал сюда патриарх Кирилл, я ему писал письмо недавно. Какими антихристами ты управляешь? Про архиереев с кем встречался? Страшнее попов, московской патриархии, никого нет у нас в стране. Это самое лютое отродье волки. Я написал патриарху. Но если бы он приехал сюда, я ему оказал бы честь по самому высокому рангу. Вы немного возвыстесь дальше. Нет, я не возвыщу. На молитве проверяйте себя, что от Бога, что не от Бога. Человеческие свои эмоции оставьте. И свои эмоции оставьте. Понимаешь, что-то эхо такое идет. Посмотри, Володя, там еще у него с аппаратурой. Прямо совсем невозможно. Каждое слово мое трижды эхо дает тут. У него... Он купил планшет и вставил эту... Плохо. Отвратительно плохо. Поэтому это будет у него всегда... Надо купить хороший компьютер. Два-три человека сложитесь. Хорошие, чтобы были программисты рядом. И все это настроят. Давай, дорогой отец Сергий, что еще хотел сказать-то? Рассказывай. Я что скажу? Я что? Получилось, что вы вышли просто из православия. Понимаете? Я-то как понимаю. Если причиняемся из одной чаши, вы поймите, значит, мы должны быть там вместе. Нет, на моем месте. Мы не в московской патриархии, запомни. И мы никогда там не будем. Московская патриархия – это смерть. И когда меня спрашивают, что такое московская патриархия, я отвечаю одним словом – ложь. С большой буквы. Если думать словами – всегдашняя ложь. Тремя – тотальная всегдашняя ложь. Они не покорились в том, что они образованы в пробирках КГБ. Сталин и Белый образовали их. Зарубежная церковь, пишите. Два мертвеца соединились. Да, правильно. Ну и что? Теперь дальше, читаю. Вы хотите просить какого-то епископа там, зарубежного, чтобы пойти под его маофор? Не понял. Да там же... Повторю, что сказал сейчас. Что пойти? Да. Не понял, куда пойти? По домофору епископа зарубежного. Какого? Выпусти проситься Илариона, я там прочеркал. Да кого проситься? Так когда мы у него и были всегда. Чё бы выдумываешь-то? Да Иларион – это наш первосвятитель. Мы у него находимся 17 лет. Но был митрополит, умер. Лавр, теперь Иларион. Куда переходить-то? Чё попало, говоришь-то, отец? Так зарубежники же не все соединились с московской-то. Не. Да не все, мы знаем. Но мы единственные две общины, которые остались в России, которые не пошли на единение и признали благодатность. Ах, так и анонимическое. Мы признали его. Но и всё, дальше мы не пошли. Мы заранее-то знали, что будет. Так, вы признали, значит, благодатность. Мы сказали, мы против, когда поехал отец Аким, он дважды был, в Америку ездил. Все, какое у них там было, общее собрание духовенства, а потом, когда собирались, они вот этот последний акт принимали. Мы были против, мы написали категорически против, но мы стали молиться, чтобы Господь дал нам смирение. Какое бы решение ни приняли, мы ему подчинимся, чтобы нам не забултовать. Нам не забултовать. И мы так и сделали. Да. Как интересно. Ложный вопрос. Как? Ничего тут трудного нет. Вы, по-любогу, не имеете. Очень сложно запутаны. Мы находимся в том положении, в котором завидуют нам все священники. Все. Кто бы ни встречал. Как вступает Андрей Кураев и говорит, Игнатий находится в необыкновенной свободе. Я завидую ему. И Дух, где Дух Господень, там свобода. Мы живем свободной жизнью. Прекрасная община. Как одна большая семья. Идет благовестие. Приезжают отовсюду люди. Даже из других стран приезжают, принимают крещение. А я вот хотел спросить. Вы крещение-то принимали здесь уже троекратным, полным или нет? Все время у нас идет крещение только полным, троекратным. Только. Откуда бы ни приехали. Священники, архимедриты крестятся. Сами, сами-то. А что сами-то? Я с детства крещен. В восьмидневном возрасте. Да тогда я был уже полного погружения-то. Я рожденный в старообрядческой системе. Там никогда ни одного человека не крестили ни в полное погружение. У тебя знания-то какие? Должны быть полные. Никогда. Запомни. Никогда. За 300 лет у старообрядцев не крестили ни в полное погружение. Ни одного. Там проверять не надо. Потому что для них это ересь. Я родился в старообрядческой семье. И меня крестили в восьмидневном возрасте. Какое обливание-то? Про это даже не слышали. Я знаю своих, кто у меня крестные были. Кто крестил меня. У них как это крещение старообрядцев? Полное трое кранка. Только полное. Это в реке? Ну, смотря возможность какая. Бывает в купеле. Маленькие дома в купеле. А большие в реке. На озере, в море, где угодно. Никогда, ни одного, за всю историю, нигде не крестили ни в полное погружение троекратно. Вот это запомни. Их проверять не надо. Потому что это у них в учении. Как они говорят, только это не коньяни все придумали. Так, слушай-ка. У тебя выход в интернет есть? Да у меня был интернет. Но тут сын взял, вышел из строя экран. И вот надо ремонтировать. И вот это затянулось. Монитор его не ремонтирует. Его только покупают новый. Ну да. Монитор. Ну у нас-то вроде как ремонтировать, я слышал. Заходи к нам. Канал. Видеоканал. Воскресенье Библии называется. Название какое? У наших там 1500 роликов. Наших роликов. И ты увидишь, как служат у нас в Тихии. Ты увидишь, как служат здесь, как Сергий был. Увидишь, как Максим. Все остальные это слова. Откуда ты поднабрался от этой Микины-то? Как я был отца Геннадия? Как я был отца Геннадия? Как он провожает? Как молимся вместе? А то я, другое. Ни одного слова я от него не слышал. Чтобы об отце Геннадия я что-то поверил. До чего ради-то? Откуда вам это какая курица принесла? У нас самое лучшее с Атомом Геннадием. Самое прекрасное отношение. Ну, он мне говорил. Не знаю. Мне трудно в это поверить. Как-то у вас была беседа. Потом, говорит, я очень жалел об этом. Бросьте вы ерундой заниматься. Он бы жалел. Мир. Что попало? Потому что бесполезно. Бесполезно это говорит все. И я закручил боссы. Больше у меня с ним не будет никаких. Попросил прощения. И все на этом. Все. Да у нас ролики записаны. Выходит, что одно лицемерие это только? Я вот недавно ему звонил, говорю. Не знаю, не знаю. Поза глаза я ничего не принимаю. Понимаете? Поза глаза ничего не принимаю. Он ответил мне. Я встречаю во всем эфире, во всем интервете его слова. Как он получил здесь рождение. Как он ушел в православие. Простой, но необыкновенный человек встретился мне. Игнатий Лапкин. Здесь он мой духовный отец. На весе персона говорит, и вы говорите что-то. Это вы о ком говорите-то? Мне этого слова не сходится. Я читал книги, Игнатий Тихонович. Как вы с Белой Яковлевым в Одессе беседовали. Да, и что? Беседовали с Диасом Геннадием. Вы звали в православие. Да. Люди, вы поймите, сбить человека с пути. Он молился там. Его выбивают из колеи. Пойдем, ты неправильно. Мы сейчас тебя правильно приведем. Обожди. Приведись правильно. Ой, я вас не тут так привел. Теперь пойдемте тут так. Что получается? Обожди. Теперь за вами надо идти туда куда-то им. Никуда не надо. Вот это говорит, я не понимаю. А кто это сказал, что надо идти куда-то? Кто это сказал? Ну, отец Геннадий, теперь я должен опять идти куда-то. А я нет, уже не пойду. Кто ему эти слова-то дал, чтобы куда-то идти? Да кто ему эти слова говорил? Ну, так поймите. Вы же сейчас сказали, три раза ложь там. Так выходить надо же. Я это сказал, это система. Вы же сейчас вызывали в эту ложь. Вы поймите. Обожди. Я тебе говорю, руководство, которое этим занимается. У вас все в голове-то интересно. Вы слышите слова, понять не можете. А если руководство битвия говорит, вожди слепые, и слепые говорят, куда попадут? Ты правду хочешь знать, или тебе охота... Рыба-то с головы гниет. Рыба-то с головы гниет. Игнатий Тихрый. Алло. Вы слышите меня? Я слышу, у вас плохо и слышно, и ничего не видно. Совершенно. Так вот. У меня ни разу не было такое, чтобы разговаривать по скайпу, и вот так, прерывалось, и ничего не видно было. У вас аппаратура никакая, совершенно. Аппаратура очень плохая. Хуже некуда. И слова, которые говорите, хуже некуда. Все собралось сегодня в пущу. Нет, я говорю, что есть, то есть. Ты послушай-ка. У меня что-то подозрение такое. Ты не выпивший сегодня? Ой, нет, далеко нет. Нет? Ты не пьешь вообще? Не пью. И в рот не берешь и алкоголь? Нет, не беру. Интересно. Нет, нет, Игнатий Тихонович, я говорю все прямо, что есть, то есть. Да ничего нету, ты собираешь какие-то, говорят, что... Нет, подожди. Одна старая бабка сказала ОСБ. Сокращенно. Так что вот смотрите, те люди, которых вы вели, по примеру, теперь вы привели, оказалась здесь триллянная ложь. Здорово вас они обидели тогда-то. Вот вы не устояли. И вы видим, многие где-то срывались вот так вот. И они поэтому так... Вот которые у нас пришли здесь, служат, все служат. Служат, священниками, находятся здесь. И что они делают священниками? Что? Ну что делают? Какие дела они делают? Я-то вижу это. Ты священникам хороших в патриархии встречал, нет? Ну так а зачем их тогда? Что мертвыми делами занимаются? Я говорю, ты хороших священников встречал. И что они служат? Это что пред Богом эта служба дает? Ты настоящих, которые искренне верующие, священники встречал в патриархии? Да. Я спрашиваю, священников хороших встречал? Нет, священников книгам, то нет. Ну зачем ты так отвечаешь-то, неискренно? Я говорю, лещен, сколько лет, сколько лет в священном сане? Вы только говорите. Вы послухи в БСК и в Союзе. Сколько лет вы в священном сане? Сколько лет вы в священном сане служите? В 88-м год я рукоположен был. В 88-м? В 88-м? Да. Ну что получается? Там выходит 12? 25 лет. 14. 26 лет? Да. И что, за 26 лет вам ни один хороший священник не встретился? Правильный. Который исполняет заповеди Божии, живет по канонам, проповедует, любит паству. И никого не встретили. Который крестит правильный... Так слово Божие, это там не на месте. Как? Ну как он? Слово Божие они не знают. Не знают. Как он может быть... Если вы хотите с таким познакомиться, я вам скажу. И вы увидите на мне одного, а много таких священников. Которые пришли из баптистов. И которые служат. И которые любят пасту свою, любят Бога. Поезжайте в Томскую епархию. Томскую. Там митрополит Ростислав. И он дал указание, чтобы никто не крестил ни в полное погружение. Мы сразу с ними расстанемся. Во всей епархии крестит полное погружение. Ну, а вы не встретили. То их не искали. А на меня такие люди выходят. Вы зайдите в интернет. Посмотрите, в каких храмах Московской Патриархии, где я проповедую. И какие там священники. Притом пришедшие эти священники из баптистов. И они нашли себя, а ты не нашел. Чего ты так уж себя поставил-то? Тебе охота с ними познакомиться. Я тебе дам адреса. Один служит в Иркутске. Город Иркутск. Иркутская область. Город Тайшет. Василий Толстенко. У него вся природа сектантская. Баптистская. Жена пришла из баптистов. Мы приехали. Пивоваров отец Борис крестил. Тогда был Гедеон здесь. Посмотри, мы когда... Мы беседуем. Это все здесь в роликах поставлено. У него на дому. Сколько людей собрано? Чего ты такое огорчение-то на себя напустил? Понятно, что не огорчение? Я не огорчаюсь. Я вот с вас там беседовал недавно. Но? Зачем его вытворил, Антоний? Ну, неправильно сделал. Что теперь? Помирать? Надо работать. Жизнь продолжается. Нет. Иди, говорит, со своей блевотиной. Когда он сказал, что покаяние надо поставить правильно на свое место. Понимаете? Это главное. Понимаю. Вот. Начать с покаяния. Я, говорит, когда начал это говорить, нашел, что у нас вся беда. Нет покаяния. Правильно. Нет уверования. Все, я не тот. Я баптист. Ну, он не сказал бы, баптист, иди со своей блевотиной, чтобы опять отец не видел. Ну, не огорчайся, в другом месте тебя приняли бы. Так вот, смотрите. Вот, говорите, вы встречали священников? А я встречал, когда вообще покаяние не берется во внимание. Вот это всем заражено это все так. Понимаете? И говорил я с духовником Засимошком, у нас тут есть такой агент Владыки. Я знаю его. Ну и что? Исповедь рассказывает, Владыки все передает, тайну исповедь. Награду ты все получил. Когда заговорили о крещении, говорю, ты же духовник, говорю, это твое дело в ипартии. Ты давай-ка, берись за свое дело, скажи, Владыки, я-то прокаженный баптист, я не могу сказать, а ты скажи. И он не сказал. Боится он сказать этого. Он свою шкуру берегет, понимаете? Правильно. А покаяния нет. Поэтому, как Фас говорит, пустые мешки туда летят. А нужно добиться формы служения, чтобы была. Проповедь, чтобы человек каялся под воздействием Слово Божие, под воздействием богослужения. Вот если ты бы поехал и имел время поехать в Томскую епархию, я тебя назову священником, с которыми ты бы побыл и увидел, что они все так делают, как должно. Это Божьи священники, благодатные. У меня к тебе вопрос. Ты вот уже несколько раз мне звонил и говорил, я приеду, допустим, через три дня. И ни разу не приехал. Я каждый год тебя жду. Что случалось-то там у тебя? А вот видите, когда скажешь, что приедут, вот это ошибка. Если Богу будет угодно, надо было говорить. Но ты не говорил этого. Я тебя ждал. Мне надо ехать. Нет, я не помню. Я никуда не уезжаю, потому что Сергей Пестов ко мне скоро приедет. Вот так вот. Уж прошу прощения, не получилось. Так не один раз, при том, у тебя это получилось-то. И как-то ты мог позвонить, сказать, не получилось. Я опять жду. Следующий, прошло два года, ты опять говоришь, я приеду, можно заехать? Я отвечаю, мы рады тебе, дорогой. Приезжай. Ни слова нету. Даже сегодня... Ну, прошу прощения. Ладно, Бог простит. Тут вот какое дело еще. Держать слово надо очень хорошо, крепко. Никакой обиды не держать. Тебя обидели, а ты виду не понимаешь. А я нет. Ну, огорчен, понятно, что ты, например, огорчен. Ты из баптистов, ты пришел, тебя приняли неласково. В этом твоя награда. Меня-то клеймят со всех сторон, но на меня это не действует. И не действовало никогда. Я знаю их зависть, их злобу. Как они меня... Вот мы едем, и они вызывают милицию, попы предают. У меня все записано, это в интернете стоит. Но для нас это никакой роли не играет. Я делаю то, что мне положено. Он делает то, что ему допущено. Он другое не умеет делать. Я могу только о нем поскорбеть и поплакать. Ты духовно рассчитывал. Это что? Да. Какая-то обида тут. Было бы о чем разговаривать. У меня дело. Никакой обиды. Никакой обиды. Ну, это уж ты не рассказывай. Тебе видно, что ты обижаешься просто. Нет, нет. А там это священники в Томске-то кто? Михаил, да? Михаил Фаст. Записывай. Давай, я тебя назову. Это все Вильгельмута этого или Вильгельма сын, да? Да. Так, от него поехали. Я так... Классина Александр. Записывай. А знаю я его. Он у меня был. Беседовали с ним. Сергей Дудин. Сергей Дудин. 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 Запиши. Руки. Это наш близко знакомый батюшка. Он ведет занятия. Он проповедует. Крестят. Как положено только троекратное полное погружение. Котехизацию ведут. У нас это все записывается. Вот этот ролик он завтра смотреть будет. И он вас будет ждать уже. Город, назовите, где он находится. А? Город, где он находится. Да и... Туда не проехал. Как ждать? Я же еще... Я же еще... Как это? Это просто записать Дудин. Где он? Крам какой-ли... А он в городе Северске. Туда не попадешь. Это закрытого типа город. Вепархии его надо спросить, чтобы он... Позвоните ему, и он выйдет. Это город закрытого типа. Понятно. Что, глаза болят или что? Да, маленько бывает. А ты когда смотришь, маленько режешь. А ты куда смотришь? В телевизор? Вот сюда, в интернет? Ну, в интернет. Вот экран там... Я каждый день сижу 14-16 часов. Уже 10 лет. Каждый день. Ну да. Так, записал. Вот. Тебе надо с такими людьми встретиться. Они маленько с тобой побеседуют, и у тебя дело пойти, может. И могут тебя там принять служить. Ой. Нет. Я вот в вашем состоянии духом не жил ни одного дня. Я бы считал себя двихой потери, чтобы я на кого-то огорчался или там... Даже вот мне сто раз неправду сделали, но один раз где-то маленько я заметил хорошее. Вот эти сто раз я мгновенно забываю. У меня этого не было. У меня остается вот это передо мной, перед глазами. С чем я явлюсь перед Господом? Господи, нам хорошо было с ним. Вот приехал тут... Был Максим этот... Епископ. И мы когда встретились с ним первый раз, он встал из-за стола. Меня обнял и поцеловал. Это о вас мне Сергей Пестов рассказывал. Он тебя как вспомнил. Да, да. Было время, было. Оно никуда не ушло. Оно с нами. Я когда приехал к нему тогда, вот к вам приезжал, то, конечно, совсем другой уже был Максим, когда пошел к нему на прием там в Барнауле, говорю, вот у меня желание есть к вам. Вы меня возьмете, если я приеду? Он так сразу не ожидал этого вопроса, помедлил, покрутил головой, как у него это есть привычка, туда налево-направо. Так, так, как же с вам ответить? Ну, конечно, возьму. Но я понял, что нет. Не возьмет. Потому что он с Дмитрием, они друзья. И он как бы не огорчать Дмитрия, он это не сделает. И он меня послал туда, сейчас вспомнить, Белокуриха. Там есть настоятель, отец Сергий, тоже он. Но когда я приехал, конечно, отца Сергия я очень испугал. Неожиданно зашел, тут они с матушкой в таком были в ударе, что приехал вдруг от владыки, я как говорю, владыка благословил приехать, вот вы как благочинный, ваше благочинение. И он вот прямо вот потерял себя. Вот я видел на лице это все. Испугался он. Я говорю, вы, батюшка, не пугайтесь. Я же просто приехал. Ну, что ему скажешь? А он-то понял. Все, послал уже, сейчас сменит. И вот он говорит, я говорю, вы мне укажите приход, какой вы бы мне дали здесь служить. Он говорит, вот есть большой исток. Поедьте туда вот. Там строится храм, артист этот строит. Я его все пунтаю. Золотарев, Золотарев Валерий Сергеевич. Золотухин. Нет, нет, сын-то наркоман-то это. Погиб-то у него. А вот Золотухин Валерий Сергеевич. Золотухин, Золотухин. Он умер уже. Да я, да. Ну и я что тогда, переночевали мы все. И утром мы пошли на автовокзал. А там, оказывается, на следующий день пойдет автобус. Сутки опять надо ждать. И ходит он туда два раза вроде как в неделю. А у меня время кончается. Я брал 10 дней всего без содержания. И я говорю, все, не могу я уже. Время выходит, надо ехать. И мы уехали. И так Максим приехал, когда к нам. Он даже не спросил ничего и такое вот. Так что здесь... Пойди, скажет, баба, с воздуха не легче. Да, вот-вот. Так что я понял здесь. Все понятно. Видишь как, у тебя какие-то все внешние обстоятельства, от тебя независящие. А они влияют на тебя. Ты портишь свой характер, здоровье, настроение. Я никогда так не жил. Я жил в свободе Христовой. Вот я встретился с Атомом Геннадием. Какие отношения? Прекрасные. Мы были, помолились. Он мне Лестовку подарил. И вдруг там что-то плохо. У меня один был такой, от которого мы голову отрезали. Это Геннадий Яковлев. Ты его знаешь? Да я знаю, Геннадий. И вот он приезжает. А у меня магнитофон, я записывал разговор на магнитофоне. С чего разговор зашел? Он вспоминает отца Александра Пивоварова. Ты тоже его знаешь. И он такой говорит. Никогда он этого не говорил. Я говорю, я его могу даже спросить. Как он заволновался. Сотрите, чтобы этого не было. Соскочил. Я понял, что он не говорил ничего. Это все выдумка. И думаю, хорошо, что сразу все обнаружил. Учток знает отца Александра. Я-то с ним много соли съел, как говорится. Да. Вот с отцом Александром-то у-у-у. Вот действительно уж. Съедина соли сквали. Ни один путк, как говорится. А вы читали книгу «Отец Александр» вышла? Я видел ее, не считал. Вы знаете. Я в корне с ней не согласен, с этой книгой. Ну, что сделаешь? Так, ладно. А еще не согласен-то, с чем? А все там. Я-то, видите, вот прямо воду поливал на руки его. Ну, с чем не согласен, я спросил. Ну, с чем не согласен. Ну да, конкретно, факты. Ой, сейчас длинный разговор это надо. Зачем это все? Я тебе буду говорить. Вот когда, ну, нечего сказать. Вот я не согласен и все. Я этот разговор не принимаю такой. Ну, же факты. Он приезжает сюда. А как применять? Теперь, уже ничего не сказал, молчи. Теперь я буду говорить. Он приезжает с соном священников, с архиереем. И он тайно ночью приходит к нам на вторую строительную. Мы едем к нему в гости. Он в болотном служил. И мы там, в храме, когда никого нет, одни наши друзья, мы на коленях при свечах молимся с большими слезами. Мы у него дома были. Мы трое одновременно. Я, Яаким и Павел готовились на священника. Он прекрасный преподаватель. Прекрасный певец. Каких мало. Это настоящий был благовестник, проповедник. Я его знаю не со стороны. Я у него в доме жил. Ну, когда мне пришлось увидеться с ним, он был другой уже отец Александра. Может быть и так. Другого я уже не видел. И память у нас там тот герой. А главный Устюжанин, он первый провозгласил и потерпел за это. Он был смелый, как лев тогда. Первая купель в Томске построена им была. Он был начатка Бахаи. Ну, хорошо. Я так, вы не ответили. Сейчас вы так и калориону как бы предложите, да? Мы калориону как бы так и относимся. Как относились, так и относимся. И всегда мы там будем. Мы в Московскую Патриархию никогда не пойдем. Это смерть. Там смерть. Мы сотрудничаем, помогаем, хорошие отношения с батюшками, где возможно поддерживаем. И вот мы где ездим, проповедуем. А это не один, не два, 444 пункта города. И мы собираем людей на стадионе или в домах культуры. И всех, всегда и везде, и людям, заканчиваю, направляем в храмы Московской Патриархии. Мы к себе никогда не зовем. У нас порядок такой. К нам нельзя звать. У нас запрещено это. Наша община, она особая, благовестническая. И к себе нельзя звать, не вербовать, ничего нет. Только от великой, страшной, бесовской зависти можно что-то говорить против. У нас ничего не трещит. У нас все соментировано. Благодатью Богу. Благодатью Богу. Почему он мне не посоветовал? Евтихий-то. А еще Евтихий. Я у него был. У меня стоят ролики. Мы беседуем у него там, где он находится при храме. Идем домой, дорогой беседуем. У него в доме записываем. Я должен, послушав вас, сказать все. Это ничего не было. Весь мир на это смотрит, радуется. Какие отношения с архиереем? Откуда ты берешь, я не знаю, отец. У меня запись. Не слова, а у меня запись. Документальные фильмы стоят. Я долгать не буду. Я приехал специально к нему. Хорошо, с чем можешь подтвердить свои слова? С чем? Отец, с чем ты можешь подтвердить свои слова? Ни с чем. А я подтверждаю тем, что у меня ролики записанные в интернете стоят. Я не могу думать, что они лгали. Да какая? Я кто такой передо мной, чтобы распинаться и лгать? Диктофон тогда надо брать. Знаете, что у меня документы. Это самый веский документ. Не на бумаге, а ролики записанные. И вот представьте, я в Москве, одетый в стихарь и проповедую в храме. И это ролики стоят. А вот отец этот Павел-то восстановился или нет? С камня набитая или как все? Ты понял, что я тебе еще сказал, ты еще не сказал. Я проповедую в храмах Московской Патриархии, где наши священники. Одеты в стихарь. Это все заснято. Ты зайди в интернет и посмотри. И как благодарят. Как священники меня представляют людям. Выходит священник, вот в этом 1903 году, перед всем народом он говорит. Игнатий для меня духовный отец. Он меня родил благовествованием. Это еще я должен не верить. А слушайте, кто еще это скажет за углом? Да что это? Кого вы меня представляете? У меня документы. Сердце мое. Оно с ними вместе. И весь народ в храме отдельно после богослужения собирается. Я отвечаю на вопросы через переводчика. И они стоят все. Это все в роликах стоит. Вот мы перед храмом Христа Спасителя. Мы преклоняем колени. Все поднимаем руки. Мы молимся о Патриархе. О Путине. Эти слова все в интернете стоят. И мы ежедневно молимся о них. Мы молимся за Горбачева. Каждый день. За Обаму. Чтобы был мир на земле. Чтобы души радовались. И в этой молитве Бог дает радость. У меня эпиграфом сейчас. Запиши себе, я скажу, что. Псалом 118. Псалом 118. Запиши и выполни то, что я скажу. Стих 164. Записал. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Вот поставь себе правило. Семь раз в день становиться на молитву. Что один раз? Один раз это у нас три святоя и сто поклонов. Христу, Божией Матери, Ангелу Хранителю, Иоанну Крестителю, Николу Чезотворцу, пророкам, небесным силам, мученикам, апостолам, святителям, женам и девам. По 10 поклонов. Это ежедневно. Иногда бывает по 18 раз в день мы становимся. И ночью на молитве. У тебя другой дух будет. Из тебя вот эта труха там вся выйдет. Ты будешь другой. У тебя такие у тебя данные. И ты заглох. Там сказали плохо. Вспоминаешь. Пошли. Зачем тебе это надо? Ты освободи свой ум от этого. Смотри это все. Попроси Бога, чтобы забыть этих людей, которые тебя огорчили. У тебя талант. Ты слово знаешь. Среди православных мало таких священников, которые так знают слово, как ты знаешь. Дорогой брат. А ты на огорчениях от них едешь и ловишь какие-то слухи. Это на меня нисколько не влияет. Даже если бы они были ко мне все не расположены. Отец Геннадий там, отец Александр. Ну кого еще знаешь. Все до одного на земле. На меня это никак не влияет. Я по-прежнему буду идти ликующий перед Богом моим. В моем деле. Я выписал книгу для слова Божьего. Там Сергий Пестов дает показания. Давал показания? Гридин дает показания. Классов. И все показания хорошие. Настоящие герои верны. А вот я хотел спросить. Павел-то вот этот с камня набиток. Как его сложилось дальше учиться? Какой фамилия? Ермоленко. Ермоленко. Ну вот Максим разорвал рясу ему. Ну он не разорвал, снял. Зачем разорвал? Снял. Ну снял. Ну там порвал, говорит. Ну теперь ты говори. Сжег на него. Зачем придумывать-то? Не надо сжег. Снял, но разорвал там. Там порвал, конечно. Ты видел эту рясу? Видел? Зачем тебе наставить? Вот у тебя интересно, как темная сила, какая в тебя вошла. Вот ты сказал слово и сам поверил в это, и она тебя не отпускает. Да ты если услышал плохое, ты даже стер бы этого не было. Я в книге на ты это вычитал, ваше это. Там ты не на вычитал, что порвал. Он снял. У него был с собой магнитофон и тайну он записывал. И он сильно огорчился, Максим. Он сделал неправильно. Он ограбил его. Ограбил. Отнял крест у него дорогой, серебряный был. Все снял с него. И так и не простил. Он очень мстительный. Мстительный и не прощает никого. А сейчас где он? А сейчас он, не знаю, у Агафангела, кажется. У Агафангела? Да. Приезжал сюда этот Йост, его Никон звать, Сомска. А может быть даже у Тихона, сейчас я не могу сказать. У Пасечника. Да, 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 там. Видимо у Тихона. Я могу тут, потому что он спрашивал тех и других, я тут до конца не знаю. Ну, он приезжает, у нас бывает, он зимой, летом рыбащит, рыбы завозит. Его сын недавно у нас был. Иваном звать. Ну, он живет в Камене-Наби там, да? Как? В Камене-Наби живет там же, да? В Камене-Наби там же живет. Да, в Камене-Наби, да. Мы у него были дома. У него жена умерла, вот осенью в прошлом году. Надежда Павловна, она долго болела белокровием. Святой человек. Ну, отец Павел обижен, был крепко. Но он веселый. Он работает. Они по всем дневням едут, благовествуют. А ты сидишь на месте. Он минуты не сидит. Он всюду, везде едет. Он приезжает, покупает книги. Там раздает, продает, что в Новые Заветы. Вот сейчас только приезжают у меня и везут коробки за коробками. А эта коробка одна, это примерно 400 Евангелий. Ты мне адрес можешь дать его? Я хочу ему письмо написать. Ну, пиши. Хорошее дело. Он адрес спрашивает. Адреса у меня нет. Камень-Наби. Это в интернете надо посмотреть. Ты заряди Павел Ермоленко, и тебя выведет на нашей книге. В книгах его адрес есть. Угу. Моленко. Камень-Наби, он там, значит, наби. Наби, да. У него маленькая общинка-то есть или нет, ничего не знаете. Общинка у него есть, хоть маленькая? Есть, наверное, какая-то. Я не знаю, там не был. Но молятся, собираются. Там еще с ним один священник Евгений. Он ездит везде, по деревням, свидетельствует. Он не сидит на месте. Он всегда веселый. Понятно. Тебя видишь, надломили и все. Они тебя не оценили. И они за это, конечно, ответят. Но ты не поддавайся на это. Ты распрямись. И завтра же иди и благовествуй, ни на кого не смотри. Тебя не дают служить. Это тебе на благо. Что они тебя не допускают служить. Сколько бы ты нагрешил-то за это время? Вот, 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 вот. Вот, говорят, об Омске-то был когда. И у пасечника я был. Ну, благословение взял у владыки. Ну, он так торопился, как куда-то ему идти было. Так маленько. Вы откуда, батюшка? Я говорю, да я вот с Тобольска. Он говорит, а я вот сейчас тороплюсь. Быстро мне надо там, ну, вот, отец Василий, тут мы пообщались, говорит, пообщайтесь вот с отцом Василием. Савельев. Я знаю его. А, знаешь его. Он приезжал по телеку. Да, да, да. Ну, и когда я задал вопрос, ну, вообще, я не говорю, я очень рад за тебя. Мне Василий говорит, что ты не служишь. Да. Я очень доволен, брат, что ты не служишь. Ну, вот, ты благодари Бога, ты сам поблагодари. А я и благодарю пока. Благодарю. Ну, на тебя отрицательно-то сказалось. Я говорю, если ты это не перенес, ты просто как сожженный, пеплом набитый. Ага, я говорю, а чего же ты так радуешься-то? Он говорит, а ты знаешь, нельзя имя Кирилла употреблять на литургии. Мне. Я говорю, как так? А вот так говорит. Страшный человек. Педофил. Ребятишек. Это он мне говорит. Ну, да. Это все устно. А зачем ты это похоряешь? Это опасно мне. Я говорю, чем ты можешь доказать, отец Василий? Да ничем. Отец Василий. Неужели ты мне не веришь? Я бы что? Держал завтра. Почему я... Ага. Я говорю, а у вас, иерархи там, такая же слава, такие же деньги. А ничего, с другого теста там у вас, говорю? Почему они? У нас, говорит, крыст стал. Ты мне пойми. Поверь. Я говорю, эх, отец Василий. Не служи. Вот, поговорю с епископом. Приезжай к нам. И так мы расстались. Пошел я в другой храм, здесь же меня повели. Отец Николай. Как же его фамилия? Луки. Луки. Был он у нас потерянный. Может, знаете? Я знаю его. Знаете? Тоже давно, батюшка, знаю я. В одной парке все же были когда-то. Я к ним пришел, говорю, ой, отец. Узнал он, ну как же. Обнялись. Ну, говорит, сейчас я освобожусь. И вот я давай задавать вопросы. Говорю, когда-то я был у них раз на службе. И они так дружно с отцом Василия взялись за это дело. Начало. А теперь, говорю, вы разошлись. Что в чем дело, отче? Да ты знаешь, отец, хватит мучить себя и людей. Это он мне говорит. Я это все понял. И бросил, ушел. И тебе советую. Не муть тебя. Иди, где ты служил. Я говорю, ну я в Свердловске. Да это же прекрасный владыка Викентий. Ты поедь к нему. Мы вместе с ним учились. Это прекраснейший архиерей. Подойди, и он тебя возьмет. Я говорю, я только от него. Он меня запретил. Да ты что? Я говорю, вот то. Да я не могу поверить. Я говорю, ну не верь, все. А я вернулся сейчас в Московскую с отцом, с епископом и в Тихие. И тебе советую. Не муть тебя. Так мы и расстались. Какой лозунг нашли. Не мучь себя. И отец Василий мне рассказал, что творится в эшелонах высших. У каждого погоняло. И как этого меня, Ювеналий там, никогда не допускал первым. Там был обязательно, он вторым. А первый докладывал, каждый шаг. Все это было так. Так вот, говорит, никогда не вздумай имя произносить этого человека. Патриарха Кирилла. Вот так. Вот так мы пообщались. А у нас когда в Потеряевке они... А приняли и чашу вместе принимали. Вот как здесь? За одной чашкой мы причащались. Вот и давай вот, понимай. Когда были в Потеряевке, они так. Дьякон возглашает патриарха Кирилла, потом митрополита Илариона, потом Евтихия, а потом Максима. О, Боже, да. А еще ты, Боже, сказал-то, зачем сказал? Суй, поминаешь. А я молюсь это, я молюсь ему. И добавь только, скажи, вот так, прости меня или утешишь. Из глубины души говори, о, Боже милосердный. И добавь, что просишь-то. Не надо суй произносить. А я про себя. Это так нигде не сказано, это лукавство католическое. Нет, нет. Нет, отец, никто этого не видит. Внутренне вот это, невольно вздохнешь. Зачем ты споришь? Невольно вздохнешь. Зачем споришь? Я тебе говорю Слово Божие. Не произноси слово произносить, не произноси. Ты его вслух не произноси, про себя все не говори. А ты вслух произносишь, Господи, а дальше ничего не говоришь. Такого нигде нет, это лукавство. А мысль-то идет, как ты думаешь? Ну не надо сказать, это говорят иезуиты так. Он крестит, я говорю, а думаю другое. Это у них придет. Одну ты поднабрался, ты таким не был. Написано, не произноси, а ты его произнес уже. Не надо этого делать. Произносить буду всегда, до поля жив буду произносить. Я больше говорить не буду. Если я сказал, а ты не принял, говорит, это, говорит, Бог решил убить тебя. Ты реши два... Ну ладно. Зачем тебе это, беду такую? Второе, параллельно, 25, 26, это ты стих. Мысли пока ты не читаешь, Чича Моей. Что с тобой, Отец? Так что, Отец Игнатий, не узнаю тебя сегодня. Тебе что узнавать-то? Так, книги от Бога задели другое. Вот если бы мы их не приняли, я бы тогда понял, что дело не расходится со словом или слово с делом. А раз пообщались, приобщились, рвет облачение на вашем брате, а вы спокойно на это смотрите на все. А как ты узнал, что мы спокойно? Вы же его не защитили тогда. Сказали, нет, брат, мы знаем, за что ты пострадал. Подожди, скажи. Вы же, он же из-за тебя пострадал, Павел-то. Из-за твоих книг и всего этого пострадал, Павел. Согласись со мной. Он узнал, из-за чего он пострадал? Да, узнал. Из-за чего? Он сказал о крещении, что неправильно у нас крещение, Владыка. А, у нас неправильно ты так крестит и понесло. Не так было. Ты не знаешь, я тебе сейчас хочу сказать. Если ты это не услышал, никогда бы. Один спрос. Но с сегодняшнего дня спрос будет другой. Не так. Владыка был в камне на обе. И отец Павел им сказал о том, что не крестят. Он говорит, надо крестить полное погружение. А тамошний, Гордиенко, отец Николай, бывший парторг. Парторг. Коммунист. Он не делает это. Тогда он, когда приехал сюда, он зашел здесь товар от Армандо. И здесь Сонаров, Никита его зовут. После крещения. Он Виктор Александрович. Он говорит, ты сейчас пойдешь к этому, к Максиму. Я тебе дам магнитофон. Ты запиши, задай ему вопрос про крещение. И отец Павел решил. Сейчас я тайно запишу ответ Максима. А потом приду и Гордиенко покажу тамошнему, благочинному. Вот смотри, как Владыка учит. Но там сидел Войтович, рядом с ним находился, Войтович этот, Александр. И кажется, погибло. Это два благочинных-то. И он, Максим, у него обнаружил магнитофон. А не то, что Максим здесь обнаружил магнитофон. И он за это вскипел и дальше с него начал все это сдирать. А эти стояли ему и говорили. Он оттуда пришел, сразу у меня здесь был. И мы вместе написали ему, он попросил прощения, написали патриархию. Он говорит, что никак не помогали. Кроме того, в печати напечатано было. Ты еще ложь все подбираешь. Ты еще Бога не боишься. Я свидетель этому. Вот с сегодняшнего дня ты вот эту старую свою выкини с головы версию. Я тебе говорю то, как было, как написано. Я книги-то прочитал в твоей. В книге в твоей. Найду эту книгу, куда ты лучше подсказываешь. Я тебе прочитаю, как там идет. Я еще говорю, ты в огорчении говоришь это, отец. Не надо этого. Ты знаешь, что я написал. Когда ты читал это? Когда? Ну книги-то я читаю твои же. Когда ты читал про отца Павла, когда читал мои книги? Когда, в каком году? В этой книге написано. Ты вопроса не слышишь моего. Когда ты читал, в каком году это? Третий раз спрашиваю. Ты вообще глухой. В каком году читал? Года летят. Полгода назад. У тебя память еще совсем нету или что? Я даже не замечал раньше с тобой такого. Ты что говоришь? Есть книги. Сейчас тебе найду эту книгу. Я перед тобой автор книги. И ты мне начинаешь говорить какую-то другую книгу. Считаешь и меня обвинять пытаешься. Ты что, что с тобой? Нет, я не обвиняю. Я прочитал. Ты пропитался полностью. Зачем тебе? Ты в твоей книге прочитал? Я тебе сказал нету. Давай договоримся так. Если ты не найдешь... А если я... Что он... Еще раз говорю. Если ты в книге не найдешь, так как я тебе рассказываю, не найдешь... Так. По-другому, по-твоему будет. Тогда приезжай сюда, и тебе 40 без одного удара будет. По заднице тебя плетью порой будет. Надо эти удары твои эти, понимаешь? Это уже не христианство здесь. Удары какие-то. Я тебе еще раз говорю. Это неправда, что ты говоришь. Этого нет там. Я тебе книгу найду твою вот и прочитаю тебе это все. Как ты там написал. А я читаю... Нет этого. Не за это. Он за то, что магнитофон взял. И тайно записывал в епархии. Что ты выдумаешь-то? И стоишь на своем... Я перед тобой живой человек. Я автор книги. И он ко мне пришел, когда оттуда пришел, у меня ночевал. Ты ничего этого не знаешь и плетешь, как бабка какая-то. Ну ладно, все, прекратим. Потому что это бесполезно все. Что это? Тебя покаяться надо. Тебя, может, потому нигде не принимают, что ты чего попало плетешь. Я вот сейчас сколько слушаю, ты прямо откуда-то собираешь, собираешь. Зачем тебе это надо? Это все из книг. Отец, я тебе еще раз говорю, нет, это успокоится. Ты далеко взял уже. Недалеко. Я сравниваю это все. Вот ты огорченный. Понимаете? А я не огорченный. И вот пока Павла не снимет владыка запрещение, он не может у нас служить, у вас. Это правильно так. Это означает, что я изнаю ей законную власть. Власть московской патриархии, я признаю. Это благодать и священство. Пробир, как Сталина и Берия сфабриковано. Ну как тогда-то понять? Это структура. Структура. Что ты путаешь, что ли? Ты противоречишь себе, с кем ты связался? С КГБ? С врагами церкви? И ты сегодня хочешь, я их признаю. Ну да все понятно, кто теперь ты. А кто я такой? Ну-ка скажи. Ну, в пробирках Сталина и Берии тоже находишься. Кто я такой? Ты в пробирке сказал. Назови, кто я такой? Кто? Ты сказал, я знаю, а я не знаю. Скажи, кто я такой? Ну я же сказал, ты там в пробирке Сталина и Берии. Это основание их там оттуда. Нелегитимное начало. Седьмое правило, это третье правило Седьмого Вселенского Собора нарушено. Припосредствии мирских властей. Это правило никто не отменял. Канон. Я вот о чем говорю. Будет она прямо. Да будет онафема. Я про это не говорил. Что дальше делать? Я не говорил-то, вы говорите. Святые отцы говорят все. Нет, ты святых отцов еще не знаешь, как должно знать. Правило-то святых отцов. Да будет онафема. Я говорю, не действительно. А что делать дальше? А Тихон что сделал? А что он сделал? Патриарх. Анафему не говорил? А что он говорит? Он говорит о гонителях, которые убивали священников. Сегодня-то этого нету. Сегодня это правило Украинского Собора. Оно недействительное. И когда они разделенные были, говорили, когда прекратится гонение, это 362-е правило потеряется профилу. Гонения-то нету. Зачем придумать? Так Сергий-то что сделал? Те епископы, которые не пошли на компромисс с ним, где они? Сгнили в ГУЛАГе. Все были расстреляны. В ГУЛАГе. В ГУЛАГе. В ГУЛАГе так и погибли. Да. Да. Вот оно как. Здесь нужно как-то... Я понимаю, как вот у меня мысль. Если там благодать, так надо там и быть. И костями ложиться, тебя будут убивать, пинать, а ты говори свое, как пророки. Да, так и должно быть. Да, так и должно быть. А легко уйти в эту общину, создать, и легко. И со стороны критиковать, обзывать. Понимаете? А вот туда надо идти. Туда идти, да? И ложиться костями туда, к ним. Если я хочу каких-то блудниц вывести, я должен идти в Дом терпимости и жить, и ночевать там с ними. И уговаривать. Уговариваем. Уговариваем. И меняется отец. Игнатий, так получается. Так получается. Сейчас строят купели, а когда я начинал, 30 лет я стучал в эти двери. А сегодня везде массово строят купели. Уже целые епархии крестят, только полное погружение. А когда я стучал, об этом говорил, ни одного не было. Но я руки не опускал. Я вот только одно не пойму. Если вы так признаете безблагодатность московской патриархии, так вы же тогда не священник совсем. Я тоже думаю, и киму-то надо перелокополагаться теперь. Перепекать просвор. Ну, задавайте гнезда с ним. А вот смотрите. У нас, когда вот это началось, это, перетрубаться это, мы могли вполне пойти к Тихону или как к Ангелу. Главное, что нас туда не пускают, а у них требуется признать безблагодатность московской патриархии. О, это мы никогда на это не пойдем. Никогда. Понимаете, у вас трафаретное такое тупое мышление. Совершенно. Нет, нет, подожди. А 362-е-то нарушено было? Нет, он не нарушил. Патриархом Тихоном. Тихон нарушил правила? А он же как волк перелез. Тихон-то еще разлез. Через ограду церковную. Ага. А кто перелез? А Сергий-то Строгородский. Он не перелазил через ограду. Он рукоположенный, законно. Через ограду это еретики лезут, вопреки священного писания. Вопреки священного писания. А он через это правило. Он узурпировал власть. Тихо нам утверждено это. В этом плане Сергий ни одного канонического правила не нарушил. Он же писал митрополиту Петру. Просил несоблюстительства. По правилу-то. Тот не дал ему. Ну и отсюда вывод какой? Он самовольно вошел. Ну и что дальше? Ну вот дальше. А кто не подчинился, там остались все. Ну а дальше-то что? Хератония прекратилась? Литургия прекратилась? Или что? В храмах московской патриархии идет богослужение. Приходят новые люди. Вы никого не видите? Как так можно было прожить с закрытыми глазами? Я не в ней нахожусь. Я вижу сколько добрых священников. А почему благодать не вышли оттуда? Мы оттуда не вышли. Зачем нам выходить? Ты вот предвнимательно посмотри сегодня, какие речи говорит патриарх Кирилл. Он говорит об общиной жизни. Он говорит раньше вообще об этом. О том, чтобы разорвать связь с мирскими властями. Его надо поддерживать в этом патриарха-то, а не воевать с ним. Благодаря тому, что такое руководство сегодня говорим. Путин, Путин. Да мы не знаем, что может война была бы по всей стране. Еще Россию не раздробили на счастье. Там молиться надо за него. И где можем в этом деле помогать. А вы как-то интересно, вот как старовер какой-то. Уперся. А ты интересно, еще к старобрядцам не пойдешь? У тебя все для этого есть. У тебя и злоба есть, и непримиримость. Ты готовый старобрядец. Да, да, да. Знаешь, когда умер Брежнев, и кто-то звонит, и говорит, говорят, генеральный секретарь умер. Вам не нужны секретари? А ему говорят, ты что, маразматик и дурак? Он говорит, да, я маразматик и дурак. Я готов. Освободи свое сердце, чем ты его забил. Стряхнись и забудь все, что ты говорил. И начни по-новому. Если это не кончится у тебя, ты кончишь печальную жизнь свою. Полным отречением. А одна хула будет на устах. Понятно. Ты за патриарха Кирилла молишься или нет? Его имя произносишь? Нет. А я молюсь за него все время. Каждый день. А ты за Папу Римского молишься? Вот еще. Так вот, был Франциско, сейчас Венедикт. Мы за них молимся. Господь молитесь за всех человеков. За царей начальствующих. За царей начальствующих. Какого огорчения? О, ты зря ко мне... Это не огорчение. Ты зря ко мне... Это не огорчение. Это прямое... Прямое общение. У нас тут есть такие вот... Он приезжает... Я вот, знаешь, Игорь Тихонович, давал книги, пытался вот. И на второй день возвращали без брезгливости. Я думаю, когда ты начнешь книги трепать? Думаю, если он так обижен, он должен книги мои коснуться. Я не хотел... Нет, я не кричу. Нет. Я мне на второй день приносили еще. И не хочет им, говорит, отмараться. Да. Видите? Это сегодня единственные книги, которые до конца высвечивают все, что есть. Они будут по одному листику искать спустя десятилетия. Сегодня уже многим священникам это открыто. Через эти книги приходят новые люди сегодня. Мы приехали в Ишим. Да где же сказал? Володя задает, тут сидит рядом. Я сейчас вам что-то поясню. Владыка говорит, у них своя типография. Мы, говорит, книги сдали, напечатали. Игнатий Бринщининов, там Феофан Затворник. Они там пробыли эти книги в библиотеке год. И они их вернули назад. И говорят, ни один человек не берет книги эти в руки. Ни один. Ни Игнатий Бринщинина, никого. Но вот мы привезли свои книги наши. Эти книги берут и не возвращают. Это высшим спросом пользуются. И Владыка говорит, ну разве это справедливо? Я говорю, конечно нет. Я добавлю только, что в моих книгах есть и Бринщининов, и Феофан Затворник. Но у меня книги приближены на сегодняшний день. Вот у меня Новый Завет. Солженном фепилакте. А они мертвым грузом стоят книги у людей. Но я написал 297 комментариев. И книги сразу ожили. Они приближают сегодняшнее, вот сегодняшнее, к тому, как поступать. Ты считал канон Андрея Критского? Ну как же. Теперь задаю вопрос. Скажи, чем вызван был этот канон, что я его написал, он для глошенных? Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ничего дальше нету. Пятьсот два раза помилуй меня, Боже. Чем вызван этот канон был? Ты, священник, отвечай. Ну ты умеешь сказать, что я скажу, не знаю. Я тебе открою дверь к знанию. Ты не знаю. Нет, я просто вспоминаю, я что-то читал. Сейчас надо вспомнить просто, почему он был вызван, написан. Ты не вспомнишь, потому что ты никогда этого не знал. Ты не знал. Пятый век. Я тебе другой вопрос задам. Пятидесятый псалом, помилуй меня, Боже, чем вызван был? Понятно, Давид согрешил был. О, вот это же было и с Андреем Критским. Он подписал анафему шестому вселенскому собору. Своей рукой написал анафему. Ты этого не знал никогда. А когда он потом пришел в сознание, дезавуировал свою подпись и написал вот этот канон. Вот чем он был вызван. Страшным раскаянием. Вселенским грехом. А я написал дальше этот канон, поставил на вторую ступень. Где все заменено на благодарение. И третья ступень ангельское, словословие. За 1300 лет никто этого не сделал для меня. Почему? Спрашивают. Не знаю, ждали, когда я рожусь на свет. Так у нас люди, когда молятся, вот это, трехэтажная молитва, просительное, благодарение, словословие. Люди уходить не хотят из храма. Поют и поют, сидят. Вы этой радости не видали. Почему 80% как Эфтихий сказал, текучесть у вас? Какая текучесть? Уходят люди. Ну уходят, уезжают и все. Ну и что? Ну что? Это о чем-то говорит ведь? Эфтихий привел хоть одну душу? А вот это я не знаю, может и привел. Не задавал вопрос. Не одной, не привел. Так вот. Человек обладает силой воли. И эта сила воли у него идет или кверху, или книзу. Если бы мы сказали сейчас, вот, у старобрядцев спасения нет. Еретики. Ни один бы к старобрядцам не ушел. А мы так не говорим. Если бы мы стали говорить в патриархии спасения нет. Ни один бы туда не ушел. А мы этого не говорим. Мы говорим, это настоящая церковь. Настоящая. Котомогильник. Котомогильник ты называешь это там. Нет, ты сейчас слышишь? Подожди. Это из твоей книги. Я тебе говорю, состояние народа которое. Состояние народа. Ненаученного. А где учат, там по-другому совсем. Че ты как этот. Так а по слову-то позже. Вожди и слепые водимые погибнут. Ты всех-то не решаешь, что все такие-то. Где они учат, там действительно так. Я слово Божие говорю. Раз они так такие. Я тебе говорю, что тебе цены нету в патриархии. Ты знаешь Писание. А вот меня вытурили как баптист оттуда. Вот и вся цена. Наоборот. Ты бы там среди баптистов мог трудиться быть миссионером. Это от великой дурости, от гордости. Это они с тобой так и поступили. А ты огорчился. Вот это плохо. Ты же помнишь, как мы были в Кызыле-то? А? Че ты устал ты, что-то начало есть. Нет, нет. Не помню. Ты в Кызыле был? Ну как не был-то? Ну как не был-то? Когда я у баптистов уступал, две общины садились вместе-то. А вот это им не рассказывали только, наш пресс-викер. Ага. Что приезжал Игнатий к нам и соединял эти книгу, призывал. Две к силам. Да, да. Я говорю, как же он попал в Кызыл? Ну видно как-то где-то родственная связь или как ты туда попал. Но мы-то молодые были еще. Да я потому-то попал туда, что моя невеста была оттуда. Я к родителям приехал знакомиться. О-о-о-о. Но у меня Кызыл не просто Кызыл, а радостное место. Так вот. Хорошо бы было все верно. А потом смотри, поиск истины какой. Старобрядчество. Там не пошло у тебя. Как не пошло? Ну как, я как-то ехал с Кызыла. Обожди. В Абакане. Расскажу тебе. Ну давай, рассказывай. В Абакане я купил билет. Домой Абакан, Тюмень. Ну, ну. Ну и тут время есть, а тут сквер рядом, ЖД. Я пойду, думаю, в лавочке почитаю, там Евангелие с собой. Все, подхожу в сквер. Смотрю, сидит с такой бородой представительный человек. Но я понял, что или батюшка. Ну, сразу понял, церковный человек. Подошел, говорю, вы меня уж извините. Вы не в церкви? Он говорит, да. Дымом. Я подкинул. Ну и так разговорились. Он говорит, я с Новосибирска. Михаил звать. А вот фамилия, сейчас не помню. У меня там запись-то есть где-то. Ну, раз говорились. Я говорю, а я вот из Кызыла домой ездил. Живу в Тобольске. Сам православный священник ему. Ну, говорю, вот выслал из Сибирска. А вот и Игнатий Тихонов. А он говорит, я из права этих, из старовера. Я говорю, а вы не знаете Игнатия Тихоновича Лапкина? Он говорит, ну как же, я не знаю. Я говорю, знаю очень хорошо. Он же у нас был, говорит. Время, много времени побыл там у нас. Но потом, ну я не помню, отлучили или ушел он. Учили или прилучили. Не помню. Вот не знаю. Не знаю толком. Он мне потом книгу выслал. Старобрядческого этого миссионера. Вот фамилия-то. Мельников Федор Ефимович. Мельникова. Мельникова. Она у меня и дома. И он выслал. Федор Ефимович. Вот так, с любовью. Давай. С уважением. Но, говорит, он очень спорил и ушел. Ну, в общем, я говорю, ну да, ясно. Ну, я говорю, конечно, ваше учение. Как его понять? Надо изучать его. Он говорит, я тебе вышлю вот книгу. Ну, и так вот выслал. И так мы с ним не переписываемся, ничего. Ну, то есть у вас длинный путь был, конечно. С первого вы. Пятидесятнике, если бы не попали, вы бы искренне не покаялись. Это сразу. Если бы я не встретил Евангелие там у них, не было бы этого. Я там получил духовно... Без живого слова проповеди. Никогда. Не обратиться. Так и были бы традиционным христианином. Я бы никогда не знал, что такое жертва Христа. Что-то было служить Богу в Духе Святом. Ну, вот далее вот, конечно, вы поиск был. Большой поиск, конечно. Ревность, поиск. Неутомимая ревность звать православие. А потом уже, видите, дальше поиск. Уже всё. К истинному православию уже книга выходит. А то не истинное теперь. Это не истинное. Ну, так. Такой период восхождения, исканий. Ну, вот с вас там говорил. Я, говорит, не разделяю мысли сегодня. Я, говорит, ты согласен с Игнатием Тихоновичем или нет? Скажи мне. Я, говорит, не разделяю его мысли. У него там за 40 книг. Но я его недопонимаю. Это он мне говорит. Ну, то есть, я говорю, ну, как не допонимаешь? Ну, то есть, он уже другое сейчас проповедует. Мы далеки. У меня мысли другие. Книги, которые привезли, вы слышите меня? Ну, ну, ну. Я, говорит, их взял, чтобы не оскорбить его. Ну, я их никому не дам. Никому не дам. Какие книги-то, какие? А, которые вы давали ему там в Абакане? Я даже, я это... Какие давал я книги-то? Он сказал? Ну, давал там... Какие книги? Ну, какие? Которые привезли, никому, я, говорит, их давать не буду. Я говорю, как они называются книги? Ты то ли не слышишь, что ты лукавишь. Ты три раза спрашиваю одно и то же. Какие? Ну, я что, сейчас перечислю, что ли? Ты не перечисли, это одно название, только Евангелие. Что вы плетете-то? Я не пойму никак. Какой тема... Какую симфонию давал ему симфонию, нет? Какую симфонию? Ну, развитие от святых. Да это 10 лет назад получено им. Она у него на полке стоит. Чего бы я давал-то ему? Две в одной руке? Я ему дал Евангелие. Евангелие Иоанна и римлянам. Все. И несколько ящик новых заветов. Синодального издания. Что вы плетете-то? Откуда ты поднабрался? Ты вспомни, что вот эти книги, он говорит, которые мне привезли, я их раздавать никому не буду. Это Евангелие. Он не будет никому раздавать. Ты думай о чем он говорит. Не пропусти компрометировать себя. Там Евангелие отдал только. Только Евангелие Новой Заветы. Но я ему перезвоню потом, я вам скажу. Я дал Евангелие Иоанна и вместе издаются с посланием к римлянам. Еще бы он тебе исповедовался. По телефону он все тебе исповедовался. Я задавал вопросы. Еще бы он задавал. У тебя нет еще вопроса задавать. Понимаете, все под сомнением-то, ничего не сходится. Я давал только Евангелие Новой Заветы. И отец Геннадий бы сказал, я никому не даю. Даже на полпроцента нельзя поверить этому. Отец Геннадий, это проповедник, это миссионер настоящий. Понятно. Еще бы. Мы едем, я даю коробками в каждые 400 Евангелий. Даром. И он бы сказал, я никому не даю. Ты в уме или нет? Что ты притешь-то? Это наца Геннадия. Я подумал, не будем сейчас... Это стопроцентная клевета наца Геннадия. Плохих слов говорить друг другу. Не надо вот это плечет, не плечет. Я перезвоню. Я пересмотрю и перезвоню это. Перезвоню. Скажи, Евангелие дал Новый Завет. Больше ничего он не получил. Я говорю, ты книги, Игнатия, даешь кому? Нет. Это вопрос другой. Ты не так отвечал передателем. Я ему дал. Я ему даю. Они у него на полке стоят. До моего приезда были. Каждый том выходил и каждый том ему посылали. Не я посылал. Ну хорошо. Уточнил их. Они у него стоят на полке. На полке стоят в ряд. Уточнил я это все. Да, уточни. Я ему дал только коробки с Евангелиями и с Новыми Заветами. Больше ничего не давал. И вдруг отец Геннадий в моей книге говорит, что попало. Одержимость какая-то бесовская. Хорошо, Игнатий. Ничего хорошего нет в этих словах? Да нет. Все. Не надо злобы никакой, ничего. Правильно. Вот это хорошо. Не надо. Да я так, у меня что, ну. Кипел, кипел. Под конец сбросил пары и говорит, я ничего. Ну молодец. Нет. Я так не говорю, что что-то там слова накидать друг другу в адрес. Не надо. Зачем ты священником стал, я не пойму. Зачем? Зачем тебе-то надо было? Зачем? За мной гоняются епископы. Сидят три епископа, меня уговаривают принять сам. Я никак не принял. Зачем ты залез в эту поповскую-то когорту? Видит. Так. А чё? Нормально жил бы, ходил проповедовать. Ревность была? Да. Ну ревность. Ревность. Ну бывает не по рассуждению. Еще говорю. Ревность не по рассуждению бывает, видишь? Не пойму, чё было. Ревность не по рассуждению бывает. Как он сказал? Он не так сказал. Отец. Такая нужда сейчас надо проповедовать. Правильно. Он был проповедником. Это был проповедником. Большим божественным ударом. Да, да. Потом о нем поговорим. Да. Говорит, надо идти. Вот пойдем. Через два года ты будешь выйти на апостольский труд. И будешь проповедовать Евангелие. Да. Возможность будет большая. И когда я поехал, и он ко мне подошел и так сказал. Ну вот, предоставляется теперь возможность тебе, как апостолу Петру. Поедь там и обратить их 3-5 тысяч. Давай. И я поехал на север. Поехал я туда. Приезжай на этот север. Да с этой, знаешь, с энергией. На пасту, как говорится, на пажик. Начал проповедовать. Выдохся, как говорится, 3 часа там, говорил, томил. Дети кричат, крещение. Все это хорошо. С полным погружением сделали воды. Налили там такую ванну большую. Потом говорю, завтра, главное, это причастие. Завтра. Вот что мы сделали с вами. Нужно жить соединением с Богом. Закрепить эту штуку. Прихожу на следующий день. Ни одного человека. Ты можешь поверить? Я тут вообще... Почему не поверить, если ты говоришь? Я верю в это. Руки опустились у меня, руки опустились. И я говорю, что-то здесь не то. Что-то не то. А потом понял. Пока не будет истинного покаяния, как у протестантов, если он покаялся от живого слова, его завтра не выгонишь из церкви. Не то, что его звать надо куда-то. Не выгонишь его. Я понял. Вот покаяние. Надо так поставить служение сегодня. Форма служения. Проповедь. Чтоб обращались души. Это в каком году было? Патриарх должен всем заниматься. В каком году это у вас было такое вот слово? Ну, это начало моего служения. Восемьдесят... Ну, двадцать пять лет назад. И вот вы такую мысль высокую имели. И за двадцать пять лет как вы ее воплотили в жизнь? Или у вас кто-то все вам мешал, мешал, мешал? Нет, я где была возможность, я воплощал проповедовать. Но на меня восставали священники и в шар жарли кладыки. Этот баптист со своей Библией уже надоел. А почему они так говорили? А вот злоба была. Проповедуй. И один говорит, я не проповедую здесь, и ты не проповедуй. Николай Чернущик, у тебя в книге он даже фотографии семи отроков там воду освещает, старик. И говорит, вы советские попы, а я царский. А вы советские попы все. Так я вот пока литургию служу, он уже покрестит и подмочит причастию всех. Вот что ты творил. Вот сколько слез было там, как он меня душил там. Владыке дарил только, чтобы меня снять, и Владыка это сделал. А какой Владыка был? Крест подарил ему с украшениями. А Владыка кто? Старительный крест. А Димитрий? Димитрий. Димитрий. Я его знаю. А Бучко? Нет, нет, копали нас. А-а-а. Копалин Димитрий. Да вот который сегодня митрополита получил. Ну ладно. Ну и потом что? Рассказывай. Ну и там меня они сняли, добился он. Я Владыка послал, как и в Тихие когда-то. В деревню, где нет ни окон, ни дверей. В разрушенный храм. А у меня же семья там. Бурдин мне говорит, вот это подщелчина тебе. Я говорю, ну что сделаешь? Давай пошли к нам, бросай. Давай вот тебе форма прошения, шапка, пиши. И я написал. Написал я и вроде хотел перейти к Тихим поехал. Побеседовал с ним. Он все хорошо, отец Сергий, давайте там. А он тогда еще был Гумин, никто. В Ишим ездил к нему. Ну, в смысле, не епископ. Тоже рядовой. Никто. Ну кто сейчас епископ, он там, ирарх какой-то. Ну, тоже простой, шел сам. Дали, как бы, прошение туда, за рубеж. А что делать? Ну и что? У меня, ладно, я открыл крестьянское хозяйство, сиреню надо было кормить. Неделю работаю. А в воскресенье Бурдину говорю, ну что, давай, отче, собираться. Будем молиться. Ты поп, ты. Да Сереженька, ты один-то, дьясов-то этот. А он говорит, ты поп, ты это и делай, это твое поповское дело. Так связывай с такой. Я верю в это, верю. Ох и орешек был. Каждому слову верю, отец Сергий. И вот, ну ладно, я поехал к Ивтихе. И вот сегодня ехать на Пасху мне, и только выходить из дома, у меня замыкает проводка. Ну что, дети, жена моя, маленькие дети, жена, куда поедет? Заискрила, замыкание. На поезд опаздываю, ему звоню. Владыка, не Владыка, говорю, благословите, отец Ивтихе. Он еще не был епископом. Я говорю, вот хотел и ехать. Он говорит, ну ладно, хорошо, что делать, будьте пока там. А что я вас плохо слышу там? Я говорю, как плохо? Так вот мне сказали, вы там какой-то работой занимаетесь, на машине на какой-то ездите. Ну я так езжу в христианское хозяйство там, у меня машина в Урал, все. Но Бурдин это уже доложил. Вы что там заверить чем-то не тем? Я говорю, как не тем? Да кормить семьи надо как. Приход вроде как, стараемся что-то зародить. Ну ладно, приезжайте, разберемся. Ну и вот на этом и все. И я так не поехал. Понял, что Сережа там постарался, Бурдин. Ну ладно, что ж. Так я не попал в зарубежную церковь. А работала три года. А он на меня написал запрещение. А я и не ходил. А потом, когда пришел, он мне подал этот указ. Вы согласны? Я говорю, да. Подписывайтесь. Подписались. Крест снимите, сняли. А потом говорит, Дмитрий, Дмитриевич, давайте забудем все это. Приближается праздник. Вот приходите через три дня. Праздник святителя Иоанна. Я прихожу в алтарь. Захожу. Он говорит, отец Сергий, вот вас три года не было. Вас потеряли. Народ любит вас. Вот сейчас выйдите и скажите народу. А где же вы были-то? Вы можете это сказать? Я говорю, ну а чего не сказать-то? Выйду и скажу. Но вышел. Тут собралась на этот праздник-то тьма народа. Я выхожу в братья и сестры. По сложившимся обстоятельствам. В искушение бывает человек впадает. Большое. Я вот не служил. Вы уж меня простите ради Христа. А нет, Бог простит. Там таков. Ну хорошо. Захожу. Мне как говорил, все забудем. Надо служить. Крест одел меня. И молимся. И молюсь. И молюсь, Бог держит меня в Покровском соборе. Требным священником. Никуда. Потом проходит Год. Мне на ухо один священник подходит и говорит. Владыха просит вас пойти на семь отроков, где вы служили. Помолиться там. Вот дословно передаю. Помолиться. Что такое помолиться? Вот рядом сидишь, подзови. Я же не кусаюсь. Скажи, я вот так подумал, решил отправить вас туда, где вы служили. Но ведь не сказал, идите помолитесь. Хорошо, пошел молиться. Прихожу. Ну там молебен, так все. Выходит бухгалтер, начальник налоговой, бывшая коммунистка. А он жил у нас во дворе, владыка на семье, как там, двухэтажный дом есть. И он временно, негде было жить ему, и он там жил. И она выходит от него и подходит, и мне и говорит. Я у владыки была. Вы сюда посланным священником. Вот если бы вас тут владыка назначил настоятелем, мы бы с вами какие-то вопросы могли бы решать. А сейчас мы не можем решать. Я бухгалтер теперь буду вас. Предоставьте мне здесь, дадите документацию. Ну я понял. Ну ладно. Как Христос сказал, ваше время и власть тьмы царствуйте. Да, так. Я приходил, молился, никуда не вникая, не положено. Так молюсь. А мне говорят, вот ты как только уходишь из храма, она подгоняет машину с товарами и загружает на склад. И через склад фугует это все. Я говорю, да, время их теперь. Власть и тьма. И все. Я никуда не вникаю. Я молюсь. А сам проповедую. Вот это правильно. И мне сказали, что двоих только священников, я, говорит, услышал, что вот поджимки тряслись при отпевании, когда проповедовал. Вот где он этот священник? Почему его нет? Весь город. А я на кладбище. Вот меня Бог не даром туда послал. При гробах, девять гробов ухожу и начинаю проповедовать. И многие уверовали. Я видел плоды-то свои. Покрестились, но дальше не пошли. Так традиционно. Цветы ложили к ногам. Все было. И взлет. И падение. И все было. А теперь остановился вот сейчас и молюсь. Господи, ты меня не лиши, только разума. Вот одного у Бога прошу. Не я как мысль, а ты как Господи, как Слово Твое. Ты укажи мне. Никуда вот не пойду сейчас. И не иду. Вот на этом я сегодня стою. Читая книги твоей, Игнатий Тихоновый, нахожу такое выражение. Нам бы достигнуть, как был баптистов хоть бы. Есть такое где-то? Помнишь? Забыл? Чего достичь? Ты говоришь полпредложения, я же не могу сказать. Ты мысль-то закончишь. Чего достичь? А на первое место поставлено Слово Божие. Правильно. Автор Дух Святой. Да. Мы знаем это. Дать Духу Святому действовать. Да. Гимны поют. Только гимн запоют уже люди каются, платят. Это Дух Святой действует. Видишь явно. Вот форма служения апостольская. Когда мы будем эту форму-то, как мы ее можем-то у тебя-то? Почему бы? Ничего мы не сможем пробить вот эту бетонную стену, вот этих всех наслоений. Веками наслояло все. А у нас главное... Иудействующие победили. Прости, перебиваю. Иудействующие победили, я бы сказал. То галат смутят. Надо обрезание. Там брак. В пищу нельзя ток уже. Апостол Павел говорит, вот я боролся, чтобы истина, вот чистота истины сохранилась у вас, чтобы вам донести. Лжебратья, вот они рядом. Сверепствуют. Вот оно, вот живем, вот действительное чувство, вот эти лжебратья сегодня. И он охранял и говорит, к вам войдут лютые волки. Почему, сказал, вот это лжебратья заполнит церковь. И заполнила она. Почему допущено? Но не везде. Где Слово Божие, где дана свободу Духу Святому, люди сегодня обращаются, каются. И слава Богу. Я был, я плакал, зашел к баптистам в Абакане. Я ревел, сидел вот, священник православный. Вот сейчас даже слезы накатываются. Я плакал. Какое было служение? Две трети их дети. Это огромного молитвена дома. Тысяча человек. Значит, детей сколько было? Шестьсот человек. Даже умоляю. Два оркестра играли. И одна треть. Забитый дом. Вот она где трут. Вот она жатва. Вот где плоды видишь. Ревет священник православный. Вот играйте. Вот я тебе искренне, по-братски вот я говорю. Ты меня прости за все. Я не хотел ничего. Но я просто вот, ты пойми, вот в таком переживании вот этом. Сейчас. Все это. И куда податься-то? И где это найти? Чтоб душа-то, как Христос сказал, найдешь покой. Душа-то не находит покоя. Я не нашел. Когда пришел в православие, я все пришел на пытки вот найти. Ой, вот даст Бог, встретимся. Много еще рассказать, но сейчас не могу здесь говорить. Ну ладно, давай прощаться, а то уже темная ночь. Ну ладно, я прошу прощения. Это просто из ревности, вот высказал, читаю книги вот это. Еще раз простите, дай Бог там крепости. Прошу молитв, мы молимся. Пасхон будет читать. Ладно, выключайте. Выключай. Вот так. Слава Богу. Мы молимся за Него. Господь благословит Его. Давай скачиваем сразу же.